На неделе продолжилось судебное разбирательство по делу Куандыка Бешимбаева. Страна наблюдает за резонансным процессом онлайн. В Верховном суде надеются, что онлайн-трансляция даст положительный эффект в вопросах формирования правовой культуры в обществе и повышению правовой грамотности. По девяти заседаниям суда проведено 17 прямых трансляций. Некоторые из них проходили с единовременным подключением к эфиру 250 тысяч человек. Внимание к судебному процессу беспрецедентное. Бытовое насилие в стране процветает и на неделе депутаты Сената одобрили проект закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Закон предусматривает криминализацию умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев, приставаний сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, пропаганды самоубийства. Документ направлен на подпись главе государства и как только Косможимар Токаев поставит под документом подпись, бытовое насилие станет уголовным преступлением в Казахстане. С подробностями наш корреспондент Лаура Байбачанова. Третью неделю в Казахстане идут главные судебные разбирательства по делу экс-министра национальной экономики Конда Хапишумбаева, за которым наблюдает буквально весь мир. На этой неделе в зале суда допросили судмедэксперта, администратора ресторана, где произошло убийство, подругу, сестру погибшей и ее ассистента. Выступил и второй обвиняемый по этому делу, брат подозреваемого Бахаджан Байжанов, которому вменяют статью за укрывательство преступления. В Бешимбай бил салтанат. Я уже давно узнал о том, что они постоянно ссорятся и что Бешимбай поднимает руку на салтанат. Привык к этому настолько, что даже не вызвало у меня удивления. Я не мог повлиять на эту ситуацию, хотя мне по-человечески было жаль салтанат. Это резонансное дело обнажило проблему семейно-бытового насилия в стране, о чем обычно в обществе открыто рассказывать не принято. Женщины стали делиться своими историями и призывать казахстанок не терпеть избиений и побои от мужей. Сауле 38 лет. В ловушке абьюзера она прожила почти 20 лет. Мы с ним женаты с 19 лет. Сейчас нам по 38. Я вообще долго терпела. Синяками ходила на работу. Он иногда бил меня, но не так. Ну иногда вот. Говорят, я просто злой был, прости, но не так. Но потом он начал вообще, я не знаю, как будто его подменили. Или, мне кажется, все-таки это из-за нашей. На почту резонанса я опять начал бить. Сильно-сильно вообще сдал, он стаскал, он мне тут волосы вырвал. Туда-сюда шеврял. Дети плакали, уже уши закрыли. Я забежала в ванную с дочкой одной, со второй. Он в ванной дверь выломал, так пинал-пинал и туда дырку выломал. И туда засунул отвертку. И говорит, я сейчас хочу отверткать и буду глаз выкалывать. Причина этого была последняя, когда он нож схватил и не хотел мне ухо отрезать. Потом мы его умоляли, успокоили, потому что он уже вообще себя что-то не давал. Но последней каплей это стало то, что он хотел меня забить молотком. Что самое страшное в этой ситуации, это то, что наряду с женщинами, жертвами бытового насилия становятся дети. По словам Сауле, муж не раз грозился ей расправиться с детьми. Нас задержали на работе. По субботам с Сеней, мы на два часа позже приходим. Я ему объясняю, он говорит, нет. И тут он начинает меня отправлять. Он говорит, ты где, ты где? Я говорю, мой еще на работе, только пока выйду, пока доеду. А я с ним никогда не ругаюсь, чтобы он на детьми. Дети же все дома с ним. И тут у меня отправится смс. Вот я бью детей, если ты сейчас не придешь и ехать. Мы жили на 12 этаже. Говорят, если ты сейчас вовремя не придешь, прямо сейчас бросаю работу, я их по одному через балкон буду выкидывать. Практически 1 миллион детей, являясь свидетелями насилия, испытывают тот же страх, ужас, что и мамы, которые являются жертвой насилия. Это практически, вот мы, например, сегодня видим, у нас 16 из 50 человек, 16 женщин, остальные дети. Это, ну, каждый шестой ребенок является свидетелем насилия. Это мы проводили исследования и смотрели, сколько детей проходили через кризисные центры. Это только та часть, где это из латентности данные вышли, в общем-то, и попали в официальную статистику. В официальную статистику у МВД с начала года попали обращения по фактам семейно-бытового насилия почти 15 тысяч казахстанок. При этом, несмотря на то, что эти правонарушения теперь переведены из разряда заявительного в выявительный, женщины по приезду полицейских отказываются от своих показаний. 1 июля мы перешли на выявительный характер, то есть основанием для возбуждения административного производства является факт совершения бытового насилия. Здесь уже независимо от воли извлений, жертвой принимаются меры. На сегодняшний день практика такая же продолжается, что женщины продолжают вызывать сотрудников полиции и отказываются по приезду. Но мы констатируем, что факты есть такие, что бытовое насилие, мы по всем ним принимаем меры. На неделе сенаторы приняли закон о криминализации домашнего насилия. Согласно новым поправкам, статьи о побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью перейдут в уголовный кодекс. Словом, когда-то такая практика уже была. В 2014-м эти правонарушения считались уголовными проступками. Тогда статистика семейно-бытового насилия резко снизилась из-за сложной доказательной базы, которая ложилась на плечи самой жертвы. Учитывая, что теперь при фактах бытового насилия заявления от жертвы не требуются, эксперты считают, что абьюзер будет наказан по всей строгости закона. Правда, риск, что эти преступления снова станут латентными, все же есть. Жертвы в последнюю очередь думают, как наказать и каким будет наказание для обидчика. Она в первую очередь думает о том, чтобы как бы укрыться, как бы все это успокоить и как бы наладить нормальные отношения. А потом уж каким будет наказание. И с учетом того, что супругу, партнеру или сыну или отцу светит, что он будет вовлечен в уголовное разбирательство, это будет пугать многих. И они будут, я думаю, стараться вообще увести партнера в некоторых случаях вообще от ответственности. Общественники считают, что эти поправки в закон должны были принять гораздо раньше. И, возможно, тогда можно было спасти жизни многих женщин, ставших жертвами агрессоров. Только за последние пять лет от домашнего насилия в стране умерли около 900 женщин. Что мне обидно, на самом деле, еще в 2016 году был хороший проект прокуратуры «Казахстан без насилия». И тогда было очень много хороших предложений. Работа с агрессорами. Тогда была сделана огромная работа прокуратуры, когда прокуратура подняла все прекращенные дела по бытовому насилию. И в какой-то момент этот проект заглох. В 2017 году просто, скажем, приоритеты поменялись. В 2020 году мы вернулись, когда хотели изменить закон об бытовом насилии, добавить туда профилактику. И мы встретились с огромным хейтом со стороны населения. Говорилась такая глупость, когда у вас будут отбирать детей, если вы шлепнули ребенка по попе. Но, вы знаете, что произошло? Наше выступление слышали представители из Кыргызии, из Узбекистана. И за это время поменяли закон в Кыргызстане, когда там ввели работу с агрессорами, когда они поменяли законодательство. Когда в Узбекистане, вы посмотрите, у них какая сейчас ведется усиленная работа с бытовым насилием. А мы остановились, потому что с этой волной хейта тогда никто не справился. Станет ли меньше насилия в отношении женщины и детей с принятием нового закона, покажет время. Но однозначно, после гибели Салтана Тнукеновой, ставшей символом всех пострадавших женщин от бытового насилия, сознание многих, кто годами терпел унижения и побои, изменилось. Хочется верить, что снизится и статистика этих преступлений. В последние годы она оставалась стабильной. По данным Генеральной прокуратуры, в Казахстане ежегодно в семейно-бытовых конфликтах погибало не менее 80 женщин.